В древнем Египте фараон наблюдал за легендарной рекой Нил и своего дворца и поймал себя на том, что пытается избавиться от впечатлений увиденного сна. Встревоженный, задумчивый, нервный. Причина беспокойства кроется в толковании данного мага, которое заключалось в том, что в тот день среди израилитян родится мальчик, который положит конец его правлению. Кто, как, кто посмел бросить вызов его власти, которая приводила его врагов в трепет? Фараон обратился к своим воинам и отдал приказ, который войдет в летописи истории. Стучите в каждую дверь, обыщите каждый дом. Вы ведь и тех, кто недавно родил детей мужского пола. Косните младенцев на месте. Мой указ безусловен. Фараон, отдававший столь жестокие приказы, вероятно, был самым жестоким правителем за всю историю человечества. Тиранический правитель Египта был поглощен чрезмерной гордыней. Даже провозгласил себя божеством. Для создания этого видео мы провели тщательное исследование, а также написали сценарий, озвучили и смонтировали видео. Мы являемся не коммерческим каналом, не содержащим рекламы. Мы — самоотверженная команда добровольцев, стремящаяся распространять правду. Если вы хотите поддержать наши усилия по распространению правды, подпишитесь на наш канал и станьте частью нашей коллективной работы. Древнеегипетский титул фараон имел значение в веровании как лицо, ответственное за защиту земли. Так как же фараон стал воспринимать себя как бога? Когда фараон оказался бессильным перед знамениями, представленными Муссой, он, еще больше ожесточившись, сказал, «О, знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня!» Сура, Аль-Касас, стих 38. Фараон упоминается в Коране 74 раза, часто изображая его жестокость и высокомерие. В сопровождении верных и преданных слуг фараон господствовал над всей страной. В то время как Египет процветал, его правление крепло с каждым днем. Он использовал свою власть без всякого сопротивления. Он принимал решение по своему усмотрению, что еще больше усугубляло его высокомерие. Согласно обычаям, господствовавшим в Древнем Египте, фараона принимали за бога и возносили молитву в его честь во всех храмах страны, что способствовало его вере в ложь. Он вел веселую жизнь, мучая людей, не подозревая о том, что должно было произойти. Вскоре Аллах раскроет свой приговор, как урок для всего человечества. Но прежде чем обсуждать этот приговор, давайте поближе познакомимся с Древним Египтом. Нил, одна из самых длинных рек в мире, славилась своим непрерывным течением даже в летнее время, заслушав репутацию плодородного и обильного источника пропитания. Воды Нила питались засушливую почву, образуя плодородную дельту, где процветали урожаи, что привело к развитию Египта. Процветающие города и порты способствовали процветанию торговли и росту благосостояния нации. Пока фараон находился в своем дворце, народ, особенно порабощенное население, работали день и ночь, чтобы поддерживать этот порядок. На порабощенных возлагалась непосильная работа, в том числе строительство плантаций, преобладающие в то время. Пророк Юсуф, мир ему и благословение Аллаха, служил на протяжении некоторого времени визирем в Египте, распространяя учения ислама. Однако после его смерти Египет вернулся к своей древней языческой вере. Движимой жаждой мести египтяне поработили потомков пророка Юсуфа, мир ему и благословение Аллаха и его братьев-израилитян. На фоне страданий порабощенного населения фараон был окружен советниками, которые помогали ему поддерживать его управление. Одним из таких советников был Корун, чё несметное богатство описывается в Коране следующим образом. «Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей». Соплеменники сказали ему «Не ликуй, ведь Аллах не любит тех, кто ликует». Сура Аль-Касас, стих 76. Хотя Коран описывает нам несметное богатство Коруна, он также повествует о его высокомерии перед своим народом и, в конечном итоге, о его падении вместе с его богатствами. Другим влиятельным советником фараона был Хаман. Могущественный и высокопоставленный человек, контролирующий каменоломни в качестве визиря. Однако, как и Корун, Хаман отклонился от правильного пути из-за своих интересов. Поговорим о сне фараона и о начале перемен. Фараону приснилось, что младенец мужского пола из израилетян, родившийся в ту ночь, взойдет на трон и станет причиной его гибели. Истолковав сон, фараон приказал убить всех младенцев мужского пола, родившихся в ту ночь. Одним из детей, родившихся в ту ночь, был пророк Муса, мир ему и благословение Аллаха. Войны фараона систематически посещали каждый дом казня всех мальчиков. Мать пророка Мусы, мир ей, услышала эту страшную весть. Столкнувшись с хладнокровными убийцами, намеревавшимися убить ее сына, что она могла сделать? Она сделала единственное, что могла, и в отчаянии взывала к своему Господу. Она знала, что только Аллах может спасти ее ребенка. Ее искренняя молитва содрогнула небеса. В тот критический момент Аллах вдохновил ее, сказав, «Мы внушили матери Мусы, Моисея, корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников». Сура, Аль-Касас, стих седьмой. Мать пророка Мусы почувствовала легкое облегчение, получив божественное вдохновение. Она кормила сына грудью и обнимала его. Однако ее успокоение было недолгим, так как солдаты приблизились к ее дому. Страх снова охватил ее. Не имея другого выбора, она понесла сына к Нилу. Шаги солдат становились все ближе, и она чувствовала себя беспомощной. Это было душераздирающее решение. Либо бросить ребенка на произвол судьбы в реку, либо стать свидетелем того, как солдаты безжалостно убивают его на ее глазах. Когда солдаты приблизились, она доверилась Аллаху и отправила своего ребенка в колыбели по течению Нила. Она продолжала оставаться в стороне, решив восстановить солдат и защитить своего сына. Сестра пророка Мусы Мирьей тайно следовала за удаляющейся колыбелью, не сводя глаз со своего младшего брата. В конце концов колыбелька подплыла к дворцу фараона. Жена фараона Асия заметила колыбель в воде, прогуливаясь по берегу реки. Она была поражена, когда открыла ее и обнаружила внутри невинного и беспечного младенца. Ее сердце растаяло от этого зрелища. Она немедленно отправилась к фараону, выражая свою любовь к младенцу и прося заверений, что ему не причинят вреда. Увидев, как мальчика вынимают из колыбели, жена фараона сказала, «Вот у сладачей для меня и тебя. Не убивайте его. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Они ни о чем не подозревали. Сура Аль-Касас, стих 9. Когда фараон был убежден, Муса стал жить во дворце. Не подозревая об этих событиях, мать Мусы испытывала смешанные чувства. Она находила утешение в том, что по велению Аллаха ее ребенок попал во дворец фараона, несмотря на приказ правителя убить всех младенцев мужского пола. Ее тревожное ожидание продолжалось. А потом однажды до нее дошла весть, что во дворце ищут кормилицу для младенца, который отверг множество других. При исполненной надежде, что этот ребенок может оказаться ее сыном, она отправилась во дворец и представилась потенциальной кормилицей. К удивлению, ребенок принял ее, что привело жену фараона в замешательство. Конечно, она не знала, что она родная мать Мусы. Таким образом, Муса вырос во дворце на попечении своей матери. По мере взросления, Муса демонстрировал незаурядную честность и порядочность, оказывая положительное влияние на окружающих. В конце концов, Аллах возложил на него пророческую миссию противостоять фараону. Высокомерный правитель, заявивший о своей божественности, и предложил ему признать Господа небес и земли. Эта миссия была полна опасностей и могла привести к гибели Мусы. Однако, повиновение воли Аллаха было для него превыше всего. В сопровождении своего брата Харуна, Аарона, Муса предстал перед фараоном, который потребовал показать ему чудеса. «После них мы отправили Мусу, Моисея, с нашими знамениями к фараону и его знати. Но они поступили с ним несправедливо. Посмотри же, каким был конец распространяющих нечестия». Сура Аляраф, стих 103. Аллах велел пророку Мусе бросить свой посох, который превратился в змею. Приняв это за волшебство, фараон созвал своих магов и велел им разрушить магию Мусы. Волшебники продемонстрировали свое мастерство, заставив веревки и ветки показаться извивающимися на земле змеями. Однако посох пророка Мусы, мир ему, проглотил и разрушил их иллюзии. Маги поняли, что действия Мусы не были магией, так как ни один человек не мог сделать это, кроме как по божественному знаку Аллаха и поверили ему. Несмотря на то, что фараон лично убедился в истине, он остался неверующим. Он пренебрег верой магов Мусу и казнил их. В ответ, Аллах наказал фараона и его народ годами голода и болезней за то, что они отвергли его пророков. Они пережили разрушительные наводнения. Нашествие саранчи, нашествие паразитов и нашествие лягушек. И все же они не смогли извлечь уроки из этих бедствий или изменить свои пути. Аллах повелел Мусе вывести свой народ из Египта, отправившись в опасное путешествие между жизнью и смертью. Узнав об уходе Мусы, мир ему, и израилетян, фараон призвал свою грозную армию, чтобы истребить их. Он настиг Мусу израилетян на берегу Красного моря, загнав их в крайне затруднительное положение. Позади них выселись могучие и многочисленные войска фараона, а перед ними простиралось бескрайнее Красное море. В этот критический момент пророк Муса взмолился Аллаху. И Аллах ответил на его молитву. После того, как все другие возможности были исчерпаны, его искренняя молитва была принята. Аллах, помощник беспомощных, велел Мусе ударить по морю своим посохом. Чудесным образом, когда Муса ударил по воде, Красное море раступилось, проложив путь через воду, которая раступилась. Став свидетелями этого божественного вмешательства, израилитяне последовали примеру Мусы и перешли на противоположный берег по сухому пути, который чудесным образом открылся в море. Фараон, не желая отказываться от своей гордыни, наблюдал за этим удивительным зрелищем и упрямо приказывал своей армии преследовать израилитян. Когда фараон и его армия оказались посреди моря, Аллах отдал приказ и бушующие воды поглотили армию неверующих, море уничтожило фараона и его армию. Мы переправили сынов Израила, Израиля, через море, а фараон и его войско последовали за ним, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же фараон стал тонуть, он сказал, «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Израила, Израиля. Я стал одним из мусульман. Но Аллах сказал, «Только сейчас». А ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие. Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя. Воистину, многие люди пренебрегают нашими знамениями». Сура Юнус, стихи 90-й, 92-й. Колоссальные волны поглотили фараона и его армию. Так Аллах защитил тех, кто веровал в него от зла неверующих. После того, как фараон утонул, его бесшизненное тело было извлечено и сохранено с помощью мумификации. Хотя в дворцовых записях его смерть была зафиксирована как естественная. египтяне, известные тем, что скрывали свои поражения, не стали документировать столь значительное поражение. Интересно, что Коран раскрыл эту информацию в то время, когда практика мумификации и обнаружения гробниц фараонов все еще оставались неизвестными. Только в более поздние века, в 18-м и 19-м веках, эти гробницы были раскопаны, а мумифицированные останки фараонов теперь выставлены в музеях. Эта история служит напоминанием о том, что у каждого человека есть свобода выбирать и жить соответственно и в конце концов покинуть этот мир. Фараон отверг Аллаха, Творца Вселенной и заявил о своей божественности. Последствия этого выбора привели к ужасному концу. Говорят, душа в человеке подобна фараону, а сердце Муссе. Внутри каждого человека идет борьба подобная той, что была между пророком Муссой и фараоном. Наш нафс сможет склоняться к эгоизму и эгоцентризму, отражая черты фараона. Верно? Так давайте же просветим наши сердца светом Корана и будем всегда держать их в чистоте, чтобы в конце концов выйти победителями в наших внутренних конфликтах. Давайте обратимся к Аллаху как смиренные рабы, а не как неверующие. Неверие фараона продолжалось до самой его смерти. Он прожил жизнь в неповиновении бунте против Аллаха, его вера в конце концов не была принята. Что толку говорить «я верю» после того, как все раскрыто? Если мы можем смотреть это видео, то у нас еще есть время покаяться, исправить свою жизнь и попросить прощения у Аллаха. Мы не так плохи, как фараон. Помните, даже фараон когда-то был невинным младенцем, но его нераскаянные грехи накапливались и предопределили его судьбу. Добро будет нас Аллах до того, как смерть призовет нас. КОНЕЦ КОНЕЦ